МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа. В студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Беларусь и Вьетнам открывают новую страницу в истории двух государств. Сегодня страны приняли совместное заявление об укреплении и развитии отношений. Кроме того, подписана программа сотрудничества на три года. Все это итоги переговоров, которые провел Александр Лукашенко во Вьетнаме. Этот день для белорусского лидера выдался поистине насыщенным. Сразу несколько официальных встреч, которые, надо сказать, прошли в очень теплой атмосфере. Наталья Бреус продолжит. Все ключевые органы госуправления сосредоточены в районе площади Бадинь, где еще в 1945-м была провозглашена независимость Вьетнама. Здесь располагается мавзолей Хо Ши Мина, личность в стране легендарная и почитаемая, революционер, вождь нации и первый президент независимого государства Вьетнам. Знак уважения к истории страны руководитель Беларуси возлагает венок к мавзолею. Обязательная остановка делегации во главе с Александром Лукашенко возле монумента «Павшим героем». Он воздвигнут в честь тех, кто погиб в вооруженных конфликтах за родную страну. По сути, вьетнамская версия монумента «Победы» в центре Минска. До сих пор важную роль в жизни страны играет коммунистическая партия. Это заметно даже по символам на улице. Но политика партии не мешает развитию современного Вьетнама. Негласно, именно генеральный секретарь Компартии занимает важное место в государственной иерархии, играет ключевую роль в принятии решений для страны. Какие планы будет воплощать в жизнь Вьетнам, определятся в начале 2016-го. Мы с вами переживаем одинаковые периоды в развитии. У вас 12-й съезд Коммунистической партии Вьетнама. И в канун съезда, я знаю, предстоит очень много работы по выработке курса на предстоящий период. Мы также находимся в преддверии Всебелорусского народного собрания, съезда нашего народа. Мы также сегодня работаем над тем, чтобы на ближайшую пятилетку выработать ориентиры нашего развития. И нам, и вам нужны новые идеи. Идеи, которые выведут наше государство на более высокий уровень развития. Но самое главное, чтобы мы с вами не потеряли тот уровень нашего сотрудничества, который должен у нас быть. Нгуен Фучонг бывал в нашей стране год назад. Тогда определились, что Беларусь и Вьетнаму нужны конкретные проекты. Ваш визит проходит именно в то время, когда двусторонние отношения очень хорошо развиваются. У меня остались очень глубокие впечатления о вашей стране после того, как я посетил ее в прошлом году. Беларусь добрая и красивая страна. Еще раз выражаю благодарность вам и другим чиновникам из Беларуси, что вы приняли нашу делегацию очень тепло и дружественно. Кстати, Нгуен самая распространенная фамилия во Вьетнаме, считай, знаешь, половину жителей страны. Такую носит и премьер-министр. Именно Нгуен Тангзунгу прочат кресло генсека партии в следующем году. Экономический блок вопросов был основным на встрече с премьер-министром. Реально увеличить белорусско-вьетнамский товарооборот раза в три. Позвольте выразить вам свою благодарность за то, что вы так тепло и радушно принимаете нашу делегацию. В январе месяце предстоящего года у вас 12-й съезд Компартии и знаю, сколько работы предстоит к этому съезду и знаю, какую ношу и огромную работу должно выполнить правительство к этому съезду. Я информирован со многих источников о том, что в последнее время, и это видно, Вьетнам совершил стильный ревок в своем развитии. И это развитие, эти шаги связывают с вашим правительством, в том числе с вами лично. От имени правительства Вьетнама я хочу поприветствовать вас и высокопоставленную делегацию. Мы особенно ценим ваш визит, потому что сразу после избрания на пост президента Беларуси вы выбрали Вьетнам как первую иностранную страну для посещения. Мы этим очень горожим. Я надеюсь, что результаты сегодняшних переговоров и встреч обязательно придадут импульс развитию наших двусторонних отношений. Вьетнам может стать мостом для Беларуси в регион Асиан. Это объединение 10 государств в Юго-Восточной Азии. С такой площадки можно работать на полумиллиардном рынке. Сотрудничество между Беларусью и Вьетнамом открывает для нас все перспективы расширения сотрудничества и с регионом Асиан в целом. Потому что, скажем, в рамках Асиан приняты определенные правила, связанные с наличием определенного уровня таможенных пошлин на импортированные товары и так далее. Но через создание совместных производств здесь, через реализацию совместных проектов здесь, через совместное производство техники с определенным уровнем локализации во Вьетнаме, мы выйдем и на то, чтобы работать и с третьими странами этого региона. Вьетнам знает Беларусь как продвинутое технологичное государство. С доверием смотрят в мире на тех, кто смог свое сельское хозяйство обеспечить хорошей техникой и продает другим государствам. Поэтому неудивительно, что накануне по итогам встречи деловых кругов договорились о поставках грузовиков, тракторов. Начата программа по возвращению белазов на вьетнамские рудники. Александру Лукашенко провели и презентацию перспективного совместного проекта – сборку автобусов. Сидения уже, чтобы трое могло стать здесь, и ниже, и селепорышни, и кондиционерность, и другое и так далее. Ну, что там и специфики. Ну, небольшие. Небольшие, небольшие. Это опытная модель. Собрано два таких автобуса, но правительство страны наметило обновление автобусного парка и закупку таких машин для аэропортов Вьетнама. До 500 таких машин. Ежегодная потребность и в этом месяце. До конца оснастят конвейер, и можно приступать. Было подписано 20 контрактов и соглашений. На общую сумму, вот сегодня можно подвести итоги, на 272 миллиона долларов. Плюс сегодня еще было подписано два соглашения, значит, одно на 43, и плюс еще на 20 миллионов на 500 мазовых, еще по ставке маза. С одной стороны, вроде как бы хорошо, что за два неполных месяца активной работы, в канун визита президента, мы подписали такие соглашения на 350 миллионов долларов. Если отнести с 769, который мы имели в товароборот по прошлому году, понятно, что эта цифра очень значимая. С другой стороны, это плохо, и это говорит о том, что у нас был неиспользованный потенциал. Понятно, что экономика всегда лежит в основе двусторонних отношений. Договорились, что уровень межправительственной комиссии будет повышен. В следующий раз ее заседание пройдет в Минске. Эксперты определятся с планом дальнейших действий для государств. На этом настоял Александр Лукашенко. Как минимум два инвестпроекта уже намечены. В президентском дворце главу белорусского государства приветствовали вьетнамские дети с мини-флажками стран в руках. Взаимодействие государств с прицелом на рост. В этой стране Юго-Восточной Азии Александр Лукашенко уже бывал дважды, но этот визит открывает новую эпоху в отношениях Белоруссии и Вьетнама. Страна вступила во Всемирную торговую организацию, привлекла инвестиции от мировых корпораций, активно развивает собственную промышленность и сельское хозяйство. Мы неуклонно повышаем уровень нашего сотрудничества. Мы еще раз заявляем о том, что Вьетнам является самым надежным другом нашим в Юго-Восточной Азии. И, если хотите, таким плацдармом, с которого мы готовы сотрудничать с другими государствами. Должен сказать, что нынешний визит способствовал тому, что мы уже в ходе его подписали ряд контрактов не на одну сотню миллионов долларов. И я согласен опять же с президентом Вьетнама, который предложил повысить уровень нашей межправительственной комиссии для того, чтобы достичь более высокого уровня товарооборота и провозойти уже полумиллиардный уровень товарооборота в ближайшие два года. Мы предложили сотрудничество активизировать в сфере нефтехимии, автомобилестроения, совместных сборочных производств на территории Вьетнама. И у нас для этого есть хорошая основа. Это соглашение между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, а также межправительственное соглашение по организации здесь совместных предприятий во Вьетнаме, Белорусско-Вьетнамске. Мы высоко оцениваем хорошие и доверительные отношения наших стран. Мы договорились продолжить обмениваться визитами, чтобы усилить доверительные политические отношения, особенно в экономике, торговле и инвестициях. Мы договорились, что будем содействовать друг другу на международных форумах. Кроме того, обсудили меры увеличения товарооборота и инвестиций, а также согласились, что будем активно содействовать импорту, экспорту, расширять сотрудничества в области промышленности. В совместном заявлении президенты Белоруссии и Вьетнама подтвердили намерение укреплять и развивать отношения между государствами. По результатам переговоров правительственной делегации подписан пакет документов, завизирована совместная программа сотрудничества в экономике на ближайшие три года. Также согласовали план действий в сфере спорта и туризма. Есть договоренность об обучении вьетнамских граждан в Беларуси. Сегодня подписали соглашение о подготовке специалистов в вузах главным образом по инженерным техническим специальностям. И что, наверное, очень немаловажно, это подготовка кадров по рабочим профессиям и мастерам. И еще мы договорились, что будем для Вьетнамской республики, для страны готовить кадры преподавателей. Поколение, которое училось у нас, знания очень хорошие. Они хотели бы, чтобы новое поколение их молодых людей приезжало и обучалось в наших вузах. Так что мы сейчас активизируем в этом направлении работу. Александр Лукашенко провел сегодня и встречу с председателем национального собрания Вьетнама Ангуен Шиньхунгом. Нынешний визит главы белорусского государства во Вьетнам. И результаты переговоров на высшем уровне придадут новый импульс развитию двусторонних отношений. Этот день во Вьетнаме для Александра Лукашенко и белорусской делегации был действительно очень насыщенным. Переговоры шли в режиме нон-стоп. Но на этом азиатское турне белорусского президента не заканчивается. Уже этим вечером белорусский борт номер один вылетел из Ханой в Ашхабад. Александр Лукашенко проведет переговоры со своим туркменским коллегой. Наталья Бриус, Максим Сацукиевич, телекомпания СТВ, Ханой, Вьетнам. Итак, государственный визит президента Беларуси во Вьетнам уже завершен. В Туркменистане Александр Лукашенко будет находиться с официальным визитом до этой субботы. Уже сейчас в Ашхабаде работает наша съемочная группа. Алексей Мартиненок изучил график предстоящих встреч. В Беларуси и Туркменистан создали новую модель двусторонних отношений. Так недавно охарактеризовал уровень контактов между странами Александр Лукашенко. Контроль за работой этой самой модели постоянный. Президенты встречаются каждый год, начиная с 2010-го. Программа этого визита белорусского лидера очень насыщенная. Традиционно состоится встреча в формате один на один, а также в расширенном. Также главы государств планируют посетить белорусско-туркменскую выставку-ярмарку и олимпийский городок. Скоро здесь состоятся азиатские олимпийские игры. Александр Лукашенко примет участие в государственном празднике Туркменистана, Дней нейтралитета. Эта страна официально носит статус нейтрального государства. Это значит, что даже в мирное время страна отказывается от участия в любых военных блоках. В поддержку такой позиции Туркменистана была принята специальная резолюция ООН. Ожидается, что в этом празднике примут участие делегации более чем из 80 стран и 30 международных организаций. Что же касается двустороннего сотрудничества, президент Туркменистана недавно подписал очередное постановление о закупках белорусской техники. Новые контракты для МАЗа и МТЗ обеспечены. Также огромное впечатление на клиентов произвели опытные образцы ГОМ-Сельмаша. Акты испытаний белорусских хлопкоуборочных комбайнов Гурбан Гулыберды Мухамедов потребовал лично себе на стол. И теперь Туркменистан готов приобрести 500 единиц такой техники. Достижение, если учесть, что на этом рынке уже работает американский бренд John Deere и узбекские аналоги, к плюсам которых можно отнести выгодную логистику поставок. Наши машины вновь оказались первыми в категории цена-качество. В целом же товарооборот между Белоруссией и Туркменистаном в прошлом году составил около 200 миллионов долларов. В этом упал почти в два раза. Ожидается, что отдельный разговор пойдет о совместных проектах. Разработка горлыкского месторождения – самая масштабная стройка за рубежом для наших специалистов. Огромный комбинат возводят под ключ в самой горячей точке Туркменистана – пустыне Каракумы. Первая партия рыды уже получена. Добыча в промышленных масштабах начнется через полгода. Одним словом, тем для разговора огромное количество. Трехдневный визит, вероятно, даст новый импульс сотрудничеству. И страны выйдут на новый уровень товарооборота, который, к слову, в 2013 году составлял рекордные 320 миллионов долларов. Алексей Мартиненок, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ, Ашхабад, Туркменистан. Россия заинтересована в промышленной кооперации с белорусскими предприятиями. Есть взаимный интерес к сотрудничеству и по линиям Беларусь-Эстония и Беларусь-Куба. Сегодня послы и представители деловых кругов встретились в Министерстве иностранных дел нашей страны и поделились своими планами дальнейшей работы. Ольга Коршуна о тонкостях экономической дипломатии. Активный бизнес-диалог начался еще задолго до официальных переговоров. Обмен визитками, оживленный разговор. Одним словом, послы разных стран в Беларуси нашли общий язык. Ведь зачастую от активности дип-представительства зависит и уровень взаимных отношений. Ольга Преуэру посол Эстонии работает в Беларуси чуть больше года. Отмечает, к нашей стране есть интерес у прибалтийских партнеров. В 2014 объем эстонских инвестиций превысил 90 миллионов долларов. Но это далеко не предел. Чтобы активизировать сотрудничество, нужно переходить в прямом смысле на более высокий уровень. Мы работаем над прямым авиасообщением. Были встречи с руководством Белави. Поскольку Тайлин является, наверное, единственной столицей в регионе, с которым у Минска нет прямых авиалиний. Европейский рынок в поле зрения белорусских бизнесменов. Представители деловых кругов тоже на этой встрече. По их словам, мировой экономический кризис повернул партнеров лицом к лицу. Мы впервые в этом году собрали межправительственную комиссию, бизнес-форум с Испанией, с Францией. Это те страны, которые всегда дистанцировались от нас. С Францией, посмотрите, у нас пошел проект по Пежо, по строительству гостиниц. Западная Европа – партнер географически близкий и давно знакомый. Но в последнее время белорусский экспорт значительно расширил границы. Беларусь активно сотрудничает со странами Латинской Америки. Традиционный партнер в этом регионе – Куба. На островном государстве работает более 14 тысяч наших тракторов и 5 тысяч грузовиков. В планах создание сервисных центров и освоение новых направлений. Есть предложение из парка высоких технологий создать какой-то похожий парк на Кубе. Мы сейчас этот проект анализируем и думаем, что будет положительный ответ. Объединяет экономические усилия Беларусь и со стратегическим партнером на Востоке – России. Сейчас страны работают над усилением промышленной кооперации и созданием так называемых проектов с удлиненными технологическими цепочками. Существует проект совместного выхода на рынки третьих стран. Флагмар на белорусском машиностроении БелАЗа. К нему российская компания делает роботизированные системы управления. И они совместно в комплекте выходят на рынки третьих стран. На белорусские технологии в разных сферах положили глаз многие потенциальные инвесторы. Этот товар может стать выгодным капиталовложением. Но, как отмечают эксперты, чтобы их эффективно продать, нужно играть по рыночным правилам и работать над продвижением делового имиджа Беларуси. А это уже экономическая дипломатия. Ольга Коршун, Сергей Капустин, телекомпания СТВ. Минторг предлагает снизить аренду продавцам белорусских товаров. Своё предложение ведомство уже направило в правительство. Таким образом, планируется увеличить долю белорусской продукции на прилавках и увеличить заполняемость торговых центров. Не секрет, что большое число павильонов сейчас попросту пустует. Что об этом думают в бизнес-кругах? Мнение выслушала Илона Волынец. Продукция этого брестского производителя давно завоевала доверие покупательниц. Сегодня это один из лидеров белорусских производителей женской одежды. Торговые точки по всей Беларуси. Но если раньше фирменные магазины могли открывать только производители, сейчас это может делать любой индивидуальный предприниматель. Более того, Минторг таких продавцов предлагает стимулировать, а именно снизить аренду тем, кто продаёт исключительно отечественный товар. Основная задача – это увеличение объёма в реализации белорусских товаров, которые не уступают по качеству импортным. Ну и, соответственно, да, это является одной из мер импортозамещения. К базовой ставке арендной платы планируется применять понижающие коэффициенты. 0,4 для ИП, 0,5 для юрлиц. То есть аренда станет дешевле более чем наполовину. Директор магазина Наталья Васильева и без точных вычислений рассказывает, во что бы она вложила сэкономленные на аренде деньги. Например, для развития нашего дальнейшего производства, для расширения ассортимента, для открытия новых точек и, в конце концов, для примирования наших сотрудников. Без больших современных центров не обходится ни один спальный район Минска. Кстати, по количеству торговых объектов Минск догнал уже такие европейские города, как Штутгарт и Париж. Но есть одно но. Площадки заполнены всего на 80%. Собственники всеми силами стараются привлечь арендаторов, порой даже на первое время отменяя плату и оставляя лишь коммунальные платежи. Новая мера, по прогнозам специалистов, поможет и заполнить торговые центры, и увеличить долю отечественных товаров. Минторг прав, что в целом стоимость аренды, особенно на государственных площадях, коммунальной собственности, необходимо понижать. Аренда входит в состав себестоимости продукции. Мы видим новые торговые центры, которые открываются и не заполняются полностью. Поэтому здесь, конечно же, необходим вдумчивый системный подход к решению этой проблемы. Защита национальных производителей – практика мировая. Похоже, нормативный акт, правда исключительно по поддержке легкой промышленности, существует в России. Предложение белорусского Минторга касается продажи всех видов товаров. Документ уже направлен в правительство, и в случае его одобрения новую меру закреплят законодательно. Илона Волонец, Сергей Васюкевич, телекомпания СТВ. Белорусский авиаперевозчик приостанавливает полеты в египетский Шерм-Аль-Шейх с 10 декабря. Представители авиакомпании пока не говорят, на какой конкретно период, и добавляют, что решение было принято по коммерческим причинам около месяца назад, исходя из заявок турфирм, которые формируют группы в этом направлении. Сегодня самолет вылетит в Египет для того, чтобы забрать туристов с курорта. Добавим летать в Хургаду, самолет и продолжит. Перепутала педали и сбила двоих. Страшная авария произошла в Жлобине. Водитель потеряла контроль над авто, выехала на тротуар, где сбила маму с ребенком. После чего женщина врезалась в стену дома. Александр Добриян с места ЧП. Екатерина с трехлетним Женей вышли из автомобиля, припаркованного на этом месте. Перешли дорогу и по тротуару направились в сторону детского сада. Однако уже в следующее мгновение сильным ударом женщину отбросило под балкон многоэтажки. Уже в больнице Екатерина вспоминала. Первой мыслью было, где же ребенок? Мальчик оказался под Немаркой, зажат между бампером и стеной панельного дома. За всем этим кошмаром с противоположной стороны дороги наблюдали муж и старший сын Екатерины. Сознание не теряло, я помню. Я еще очень испугалась. Я услышала мужа крик, что ребенок не двигается. Я машину меня сбила прямо под балкон, в нишу под балконом. Я кое-как там оттуда выползла, чтобы ребенка найти. До больницы от места происшествия около километра. Медики сработали оперативно. В момент поступления состояние пациентки было средней степени тяжести. Пациентка была обследована. В настоящий момент состояние пациентки значительно лучше. Оценивается как удовлетворительное. Угрозы здоровью жизни пациентки и ее ребенку в данный момент никакой нет. Что же произошло на внутридворовой территории? Оказывается, на узком перекрестке в утренних сумерках встретились две женщины-автомобилистки. К тому моменту, как во дворе появилась Екатерина с сыном, они пытались разъехаться уже не одну минуту. Очередной маневр едва не привел к трагедии. Когда она заметила пешехода, она не успела сориентироваться в педалях и вместо тормозной системы нажала на газ. Уголовное дело пока не возбуждали. Все обстоятельства ДТП еще предстоит тщательно изучить экспертом. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. Интрига главного студенческого состязания в Беларуси разрешится сегодня. В Минске в эти минуты проходит финал республиканского конкурса «Студент года». Будущие экономисты, инженеры, филологи и технологи показывают мастерство и находчивость в учебе, спорте и творчестве. Победители определяют жюри реальное, а вот виртуальное, а именно интернет-пользователи, голосуют за лучшего в номинации «Студент года онлайн». Ольга Власовец следит за главным событием года тех, кому до 23. Коня на скаку может и не остановит, но в горящую избу точно войдет. Хрупкая курсантка командно-инженерного института МЧС Марина Вишневская выбрала не совсем женскую специальность. Девушка осваивает профессию спасателя и, несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться, во время учебы упорно идет к своей цели. Я выбрала эту профессию, потому что она честная и в ней я могу реализовать себя. Ну и, конечно же, быть полезной людям. Скажите, пожалуйста, вы сегодня присутствуете только в качестве зрителя? А про Марии Марчук сразу и не скажешь, что она будущий программист. Несмотря на то, что девушка уже работает по специальности в IT-компании с камерой-микрофоном, она управляет ничуть не хуже, чем с клавиатурой и алгоритмами. Да и планы у студентки радиотехнического грандиозные. Вывести университетское телевидение на республиканский уровень и освещать в репортажах жизнь всех альмаматор страны. Мы очень хотели бы предложить создание молодежного, единого молодежного телеканала, который информировал бы студентов и, в общем, молодое население нашей страны о всех важных мероприятиях, проектах и общественных организациях в республике. «Человек-оркестр» — это про Николая Розума. Говорящую фамилию дополняют не только острый ум, но и незаурядные способности. Будущий нефтяник — не только отличник учебы, музыкант, но и активист по жизни. Со строотрядовским движением он побывал на Ямале. И неудивительно, что для презентации парень выбрал соответствующую форму одежды. Я попробовал студенческие отряды, строительные отряды, и понял, что это запало мне куда-то сюда, потому что это романтика. Они стали лучшими в своих университетах, затем в областях, а сегодня сражаются за титул «Студент года». Всего девять номинантов, вышедших или, правильнее будет сказать, выехавших. На Сигвеях финал. Сегодня эти ребята на лекциях и практических занятиях осваивают не только разные специальности, но и жизнь. А завтра их мы встретим в больницах, на стройках, в эфире или за кадром. Но от того, какой опыт и знания они получат сегодня, будет зависеть то, как будет выглядеть наше завтра. Как только что стало известно, победителем конкурса названа героиня нашего сюжета, студентка третьего курса Университета информатики и радиоэлектроники Мария Марчук. На этом выпуск завершен. В студии работала Юлия Александрова. Итоги среды мы с коллегами подведем в 22.30. Я прощаюсь до этого времени. Пока желаю нескучного вам вечера. Субтитры создавал DimaTorzok